Здравствуйте, коллеги! С вами Сяков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим итоги заседания ФРС, обсудим новую вакцину от Moderna, заседание, которое обсуждалось как раз вчера от FDA, ну и также поговорим о последней новости из полей Brexit. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео и также ваши вопросы, которые у вас появляются, оставляйте обязательно их в комментариях. Итак, в среду прошло заседание ФРС, уже, конечно, уже пятница, но тем не менее сделать определенные как раз выдержки из того заявления я считаю необходимым для того, чтобы как раз обозначить ситуацию на продолжение. Собственно, если выделить ключевые моменты, ставка пока остается на прежнем уровне и фактически никаких действий ФРС не будет предпринимать до того момента, пока не вернется безработица на докризисный уровень и пока инфляция не подойдет к 2%. То есть, уже вот как следующий триггер, как следующее действие будет после того, как произойдет данный результат. А по прогнозам, да, с точки зрения роста ВВП, США все-таки ожидает на конец 2020 года суммарно ВВП минус 2,4%, ну а затем уже при росте в 2021 году в виде восстановления это будет 4,2% среднегодовой, ну медианный. В 2022 году это 3,2% и в 2023 год 2,4%, то есть в среднем это где-то 1,8% на ближайшие 4 года, ну на 3 года, да, то есть уже 20-й год практически заканчивается. Поэтому речь Джерома Пауэлла ничем сильно не удивила и на что еще также, что еще также ожидают рынки и на что смотрят, это вероятно принятие как раз нового пакета стимулирующих мер, который может произойти на следующей неделе. Безусловно, это тоже даст определенного позитива для рынка. Но в целом рынок сильно не реагировал в момент выступления, то есть все основные активы продолжили двигаться в том же самом направлении, сильной волатильности в ходе его выступления мы не видели. Теперь еще один позитив, который поступает на рынок, это еще одна вакцина, регистрация которой вчера обсуждалась также FDA на заседании. И, собственно, вот она уже тоже на подходе, то есть фактически 20 человек из комитета, да, то есть из 21 человека проголосовали за, 0, 1 человек воздержался. Но в целом общий результат позитивный. Поэтому также можем ожидать, что финальное заявление будет сегодня в пятницу, уже со следующей недели также модерну начнет поставки, начнет вакцинацию. Безусловно, это важно. Pfizer уже это начал делать на этой неделе, по крайней мере по США. Уже первые поставки были в понедельник. Ну и, собственно, вот эти действия, они направлены на то, чтобы снизить, безусловно, распространение коронавируса. И уже повернуть вспять тот тренд, который у нас есть по новому заражению, по количеству средств, потому что пока он в ряде стран усиливается. И, как мы обсуждали ранее, новые локдауны, новые карантинные меры вводятся в ряде европейских стран и также в ряде американских штатов. Поэтому тоже за этим важно следить. Еще одно событие, которое фактически у нас остается на этот год, это Brexit. То есть финальное решение должно быть до 1 января. И, собственно, если пару дней назад мы видели рост фондового рынка, европейские индексы, британская валюта укреплялась на фоне того, что могут быть достигнуты отношения с точки зрения торговых отношений между еврозоной и Великобританией, то последняя тенденция, ну, по крайней мере, сегодня рынки открываются в несколько негативной зоне и переговоры продолжаются. Все-таки Борис Джонсон ждет решения от Европейского Союза для принятия больших действий. Ну, а теперь давайте посмотрим, как все это отражается на рынок и какие-то вещи мы видим. Евро-доллар 1.22.50. Новый локальный максимум, который мы видим в этом году. Фактически в краю он произошел, сейчас мы немного корректируемся, но общая динамика также восходящая. Поэтому пока здесь, опять же, тренд наметился на рост. Фактически следующий уровень сопротивления, который мы можем увидеть, это область 1.25. И ближайшие пару месяцев, тем более, что тренд на ослабление американского доллара пока сохраняется, мы евро вполне можем увидеть. Стоит ли заходить с текущих уровней? Я бы подождал. То есть я здесь буду ждать коррекции, буду заходить уже на продолжение роста, потому что сейчас, опять же, мы торгуемся по локальный максимум. И нужно искать возможности покупать дешевле, чем максимальная цена. Поэтому все коррекции, которые будут, я буду также здесь искать возможности для входа на продолжение роста. Британская валюта, как я уже сказал, на этой неделе очень активно росла. То есть фактически были в области 1.30, до отметки 1.35 доросли буквально за неделю. Но сейчас данный позитив несколько подснизился. И уже от локальных максимум британская валюта также корректируется. Поэтому пока, конечно, максимум мы смогли обновить. Сейчас подошли к максимальным значениям, которые мы видели в ноябре 2019 года. Собственно, сейчас также здесь я для себя с точки зрения торгового решения, да, принятия коррекции. Ожидаю коррекции. В тот момент, когда эта коррекция произойдет, я буду заходить также на продолжение тренда. Пара американский доллар, канадский доллар. Последние три торговые сессии не может обновить локальный минимум. Да, мы видим такую область поддержки, которую пока медведи не могут преодолеть данной валютной паре. Но, тем не менее, пока общий тренд, условно, сохраняется нисходящий. Но, опять же, заходить с текущих уровней по направлению тренда не совсем разумно. Да, тренд уже заканчивается. Вполне вероятно, что мы можем увидеть коррекцию. Ну, а с точки зрения контртрендовых стратегий, то здесь уже, конечно, это более интересно. И даже если вы для себя рассматриваете торговлю контртрендово. Я здесь тоже жду коррекцию, буду заходить как раз в тот момент, когда эта коррекция будет завершаться. В принципе, плохие уровни дохода, область 1.29, 1.30. Если коррекцию увидим, то уже интересно будет зайти как раз в данную сделку. Но, опять же, не по уровням. Пара американский доллар, японская иена. Переписала минимум, дошла до целевого значения, которое мы обсуждали ранее. Это область минимальной значения сентября. Сейчас пара также немного корректируется. Соответственно, опять же, мы торгуемся на локальных минимумах. Сейчас неразумно заходить, на мой взгляд. Поэтому тоже буду ждать коррекцию. Заходить уже по новым уровням. То есть, область 1.30, 1.80. Я вижу для себя хорошие уровни для того, чтобы как раз заходить на продолжение данного тренда. Пара австралийский доллар и американский доллар. Точно такая же картина. Обновляемый локальный максимум. Вчера мы видели обновление локального максимума. То есть, как и по индексу СССР, мы сейчас до него дойдем. Поэтому пока тоже жду коррекции. Буду торговывать как раз те коррекционные движения, которые здесь будут появляться. То есть, пока здесь ничего с точки зрения торговых идей на текущих нет. И Новозеландия та же самая история. Продолжается рост. Обновляется локальный максимум. И слишком дорого, чтобы сюда заходить. Поэтому тоже буду ждать коррекцию. Золото. Вот золото как раз заходит в достаточно интересный уровень с точки зрения поиска продаж. Потому что мы ранее обсуждали. И я для себя пока тенденцию по золоту вижу в виде нисходящей информации. То есть, то, что у нас образовалось на фоне роста фондового рынка. Выходит из золота. Ну и золото начинает корректироваться. А как актив-убежище становится не так интересно. Мы видели рост золота практически весь декабрь. Начиная с первого дня торговли. Но здесь я все-таки для себя тоже рассмотрю. Если с текущих уровней будет формироваться сигнал на продолжение как раз нисходящего движения. То есть, если на часовом таймфрейме я увижу движение вниз. Возможно, это скорее всего будет уже на следующей неделе. То есть, вряд ли это сделка на сегодня. Но на следующей неделе вполне это может произойти. Здесь я как раз для себя шорт по золоту с целями движения в области 1000 тоже рассмотрю. Индекс DAX стоит буквально в нескольких процентах от локальных максимумов. Буквально полтора процента остается до обновления максимальной значимости. Но пока DAX этого не берет. Вполне вероятно, что до конца года мы увидим новый хай. Новый максимум по DAX. Но, опять же, пока с точки зрения трейдинга, да, были неплохие уровни как раз для захода в 11-14 декабря. То есть, как раз на этой неделе. Но по моей торговой системе не было коррекции. Соответственно, не было хорошего хода. Поэтому ситуацию я для себя не рассматриваю. Но в целом, как следующая идея, то есть, опять же, любые коррекции, которые здесь будут, буду рассматривать для входа на продолжение роста. СНП. По СНП мы обновили локальный максимум. То есть, как раз зашли до целевых уровней, где у меня стоял тейк-профит. То есть, здесь вы видите, где у меня был вход, где был выход. То есть, здесь я как раз взял вот этот небольшой диапазон продолжения роста. Не стал брать больше. Потому что вероятность все-таки коррекции еще одной нас здесь, безусловно, остается. Хотя позитива на рынке довольно-таки много. И сейчас, пока СНП 500 вчера также обновил локальный максимум. Сейчас немного корректируемся с открытия. То есть, закрылись практически по максимальным ценам. Закрылся день. А сейчас с открытием мы корректируемся. Но, опять же, пока общая динамика здесь останется восходящая. Из позиций я вышел вчера. Сработал тейк-профит. И, собственно, пока здесь на рынке. То есть, опять же, также продолжу искать коррекции. И на этих коррекциях буду заходить по направлению тренда. Нефть марки Brent мы рассматриваем также обновляет локальный максимум. Уже зашли в диапазон 50-56. Собственно, сейчас торгуемся по 51-25. Это CFD на нефть марки Brent. И следующая цель уже роста как раз движения в области 54 и, соответственно, 56. Здесь нефть себя чувствует довольно-таки неплохо. И тренд сохраняется восходящий довольно-таки уверенно. Ну, начиная с ноября и декабря также продолжается ростом. Поэтому нефть также здесь интересна именно на продолжение роста. Но, опять же, как и не очень интересно, как долгосрочные инвестиции. Месячная компания, конечно, упала на минимумах марта. И в этом плане рост нефти в этом плане помогает. Но, как какие-то долгосрочные идеи, как долгосрочные инвестиции, пока не рассматриваю. Неделя довольно-таки интересная. Насыщенная, опять же, новыми позитивными данными с точки зрения борьбы с коронавирусом. Рынок уже закладывал данные движения. И, фактически, мы не видели каких-то сильных импульсов сейчас. Но мы видим, что опять мы находимся на локальных максимумах. И, вполне вероятно, что в текущем позитиве, на текущей ноте у нас и закроется текущий год. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего дня, хорошего завершения торговой недели. Не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам понравилось. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну, и не забудьте посмотреть видео с Александром Элдером, которое уже опубликовано на нашем канале и доступно для просмотра. Всем спасибо за внимание и до свидания.